Я уже недавно говорил, мы думали, что очередной этап, ну как вы его называете, цветной революции, а точнее сказать мятежа, он чисто экономический. При этом я всегда вас предупреждал, что это еще не конец. Мы не все знаем и не знаем, что они предпримут потом. Так вот, мы думали, что это экономика, санкции, как оказалось сегодня, и это уже подтверждено, это не чисто санкции экономические. Это террор. Факты? Пожалуйста. Сегодня вскрыты созданные спящие, так называются террористические ячейки, так называемые, в кавычках, отряды самообороны. Так они себя называют. Цель этих террористических спящих ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич, нам это давно было известно, насильственная смена власти в день Х. Они сами пока не знают, что это за день Х. К нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы – Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия. Создан телеграм-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем две с половиной тысячи подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И, внимание, владелец чата, гражданин Германии, господин Д. Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действия – гражданин Российской Федерации Дудников. Что попытались сделать буквально в последние дни? Начали с того, что попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева, перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью и выложить это в интернете. И показать, смотрите, мы живы, мы боремся. И мы этот режим свергнем. Это было 8 июня 2021 года. Время ее задержания. Покушение не удалось. Следующее. Более серьезное мероприятие, которое было затеяно совсем недавно. 27-28 июня 2021 года. Покушение на подрыв узла связи военно-морского флота России «Вилейка». Радиостанция «Антей». Ну, вы, наверное, знаете, что недавно мы, так сказать, плотно общались с президентом России. Мы об этом не сообщали, потому что тогда операция еще не была закончена. Но мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе тех, кто осуществлял и организован, в течение двух суток были найдены и арестованы. Ну, у меня сразу могут потом спросить, если я дальше не продолжу. А фамилии? Пожалуйста. Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев, другие. При попытке бегства в Украину и Литву все были пойманы. Все до единого. Молодцы. Ребята из группы «Альфа» и другие, которые их задержали. И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас, по крайней мере, весь этот зал. Попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренко. Это случилось прошлой ночью. 1 июля 2021 года. Цель – обездвижить, цитирую, захватить, бросить багажник, вывезти в лес, самое глухое место, отрезать язык, взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, те, кто был нанят за 10 тысяч долларов, деньги были перечислены, он должен осуществить эту операцию и заснять на камеру и выложить в интернет. Пистолет – это как предупреждение. В связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены. Найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию. Пожалуйста. Это Сосновский. И группа арестован и дает показания. Но в этой связи я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренко. Ну, вы его знаете. Мне казалось... Я всегда гляжу на экран и оцениваю людей, даже не журналистов, всех подряд. Я всегда думал, ну, если мужики наши выходят и борются на экране. А как в действительности? Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была зайти в квартиру и в квартире. Я поручил спецслужбам, чтобы тщательнейшим образом поработали с семьей и самим Азаренком. Мы могли их взять далеко на подступах. Но нам бы опять сказали, да, ну, это же как с самолетом. Да, это же другое. Подключился генерал Тертель к этому. Мы вели долгие переговоры с родителями. Они сразу согласились. Да, мы готовы к этой операции в квартиры. Но они побоялись прийти в квартиру. Потом потребовали от этого Хоффмана, который управлял операцией из Германии, полностью все задокументировано, потребовали от него денег. Было выделено 10 тысяч долларов. И вчера вечером задействовал незарегистрированные к этому автомобиле. Приехали для того, чтобы, как обычно, он идет с работы, обездвижить, вывезти, совершить этот теракт. Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, на живца. Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно, он первым бандюгу, который шел на него, и он знал, что он вооружен, начал с ним драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды. И были захвачены эти мерзавцы, все группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня. Неделю назад на границе с Литвой, кратко мы давали эту информацию, был перехвачен пограничниками беспилотник. Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что, до сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его. Мы сбили этот беспилотник. Была прицеплена канистра со взрывчаткой, обезврежена. И в ближайшее время мы и этот эпизод вам покажем. Так кто же совершает преступление на границе? Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили там, в Афганистане, Иране и Ираке. У нас нет на этого ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И понимаете, никто не знает, что происходит в Литвейной границе. Это просто факт. Много можно называть эти факты. Но скажу одно. Скажу следующее, чтобы вы меня поняли. Я распорядился сегодня, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации. И поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем. Министерство иностранных дел поручено, может быть уже реализовано, пригласить послов Германии, Литвы, Соединенных Штатов Америки, которые непосредственно причастны к этим акциям, и предупредить категорически, чтобы нам были выданы эти преступники. Все факты задокументированы. И мы докажем их вину. Там и доказывать не надо. Они сами об этом им расскажут. И вы увидите их истинное лицо. И немцев, и американцев, и поляков, и литовцев. Но что поражает? Огромное количество, о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили. Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. К нам могут приехать только лечиться люди и мирные граждане. Всех остальных в плен брать не будем. Теперь вы видите, они хотят повернуть историю вспять. Реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить ими начатое дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо. К сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских найметов, полицая. И в последнее время наши средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться завтра, не то сегодня, подмогутные Божия. Смотрите, нарветесь. Мы должны были защитить свой суверенитет. Мы должны были защитить свой суверенитет и свою страну. И время показало, что мы сделали правильно. Уже наверно...